Сегодня что-то очень интересное у нас. Баси Маляшка, он музыкант вообще-то, но сегодня будет отвечать перед нами за вот этот инструмент тут и вообще за всю арабскую музыку по возможности. По крайней мере, мы поспрашиваем. Я постараюсь максимально какие-то вещи переспрашивать, если что будет непонятно. Вы прям, ну то есть если вдруг какие-то моменты, которые вам захочется прояснить, вот не вопросы, для вопросов у нас будет специально время в конце, а вот именно в смысле понимания каких-то терминов, вы прям как-то давайте знать и прям спрашивайте с места, чтобы все все понимали. Вот, ну тогда начнем. Начнем. Для начала я хотела спросить вообще, что мы, что обычно имеется в виду, когда говорится арабская музыка? Это время или это регион, или это определенное звучание? Я не могу ответить за всех, потому что проблема вообще определения, что такое арабская музыка, мне кажется, как бы каждый, когда использует это словосочетание, что иметь что-то свое, как бы иметь в виду что-то свое в голове, и такого понятия, как арабская музыка, оно, ну скажем так, в академическом смысле, оно было сформировано относительно недавно. То есть, когда мы говорим об арабской музыке, очень часто говорим, что это одна из самых, там, древних, там, оставшихся еще в живых музыкальных форм и традиций и так далее. Но, по сути, арабская музыка была, можно сказать, рождена где-то в марте-апреле 1932 год. Вот, не раньше, именно вот в этом периоде, вот в конце марта-начале апреля проходила первая конференция арабской музыки в Каире. До этого момента, это очень странная конференция, как бы история сложная, но, в общем, созвал на эту конференцию музыкантов со всего мира, что-то вроде Вселенский собор такой, но только музыканты, вот, именно музыкальные, все музыканты всего мира, их созвал именно египетский король Фарук I, вот, для того, чтобы, собственно, ну, понятно, что Египет и весь арабский мир находился под влиянием Османской империи, и в том числе, как бы, турецкая музыка, вот, то, что мы сегодня называем турецкой музыкой, очень длительное время. И вот, по окончании Первой мировой войны, естественно, хотя я не знаю, насколько это естественно, но, в общем, так получилось, было модно в то время, вот, 19-й век, начало 20-го, вот, именно вот это национальное настроение, то есть определить именно свою национальную идентичность, что ли, вот, и, в общем, цель была такова, то есть избавить арабскую музыку от влияния турецкого и персидского, в общем-то, в музыке. Но проблема в том, что такого деления, как персидско-турецкая арабская музыка, по сути, не было. То есть это определение, они были интегрированы из мира политического, идеологического, и, к сожалению, были распространены на музыку, потому что музыка арабская, ну, если говорить именно о древней музыке, да, по сути, что такое арабская музыка? Это обычно такая же музыка, как любая другая, да, то есть арабы что сделали для музыки? Они не только в музыке, скажем так, в Средневековье можно смело сказать, что арабы были наследниками древних греков. То есть именно арабы переводили очень много греческих трудов античных и так далее, в том числе музыку. И до сих пор в теории арабской музыки есть такое понятие, как пифагорейская терция, например, да, и их причем даже тел их три разных терции, и все они называются как бы пифагорейцами. Ну вот, то есть, по сути, вот что такое арабская музыка? Ну, это просто мировая музыка, которая, я не рассматриваю музыку с точки зрения как бы вот именно национальной, потому что национальная, ну, если мы говорим об академической, кстати, это очень важно, потому что есть фольклорные народные традиции, это, конечно, вообще есть в каждом регионе, и в таком случае мы вообще не можем говорить об арабской музыке, потому что музыка внутри одной арабской страны, она довольно между двумя городами соседскими, она может очень сильно отличаться. А если говорить про академическую музыку, ну, скажем так, музыку как вид искусства, да, хотя понятие искусства тоже довольно поздное понятие, то я как-то сторонник больше как бы такого взгляда именно эволюции. То есть вот есть музыка, она есть, вот, она всегда развивается, скажем так, в неком таком мировом культурном центре в каком-то конкретном периоде. Сегодня это, скорее всего, Нью-Йорк, Париж, да, Москва. Но сегодня немножко ситуация другая, да, как бы в постмодерн, у нас есть несколько разных центров, а в классическом мире всегда был один такой сильный центр, в котором развивалось все, и за пределами этого центра, собственно, мало чего происходило, да. То есть это была Древняя Греция, потом это был Рим, потом это была Византия, потом Исламский халифат, да, ну, в разных периодах тоже столицы перемешивались, то в Багдад, то в Алеппо, то в Дамаск, то, да, то в Андалузии, в Испании. И, собственно, в этих местах и развивалось. Но очень важно еще один момент подчеркнуть, что когда мы говорим об арабской музыке, мы все-таки имеем в виду арабскую музыку того времени, да, в Средневековье, ну, вплоть до XIII века включительно, ну, XII, начало XIII. Мы должны очень четко понимать, что это не значит, что эту музыку писали арабы. Опять-таки, очень хороший пример сегодня, когда мы говорим о Нью-Йорке, да, американская культура. Это не значит, что ее, как бы, создают, строят эту культуру этнически американские, да, американцы. Вообще нет такого понятия, как бы американский этнос, как такового есть, африканцы, русские, европейцы, евреи, вот. Ну, совершенно разные народы. Поэтому очень важно понять, что когда мы говорим об арабской музыке того периода, мы имеем в виду абсолютно разных, то есть очень много музыкантов было армян, евреев, их было гораздо больше, чем каких-либо арабов. Вот именно в области музыки. Очень много евреев и армян из Центральной Азии, из Ирана, ну, Персии, да, современный Иран, Таджикистан, Узбекистан, Центральной Азии вообще в целом. Вот. И вот, собственно, эти люди вносили свой вклад в развитие эту музыку, но они все находились в рамках того, что называлась тогда арабская культура. Вот, арабская культура. И поэтому, собственно, мы сегодня считаем, что это арабская музыка, арабская культура. Вот. Но это не значит, что... И тоже не значит, что это, если... Просто был у меня такой однажды случай, когда я вот на концерты объявлял, что, значит, вот эта музыка... Ну, заявлен концерт арабской музыки, и я объясняю, значит, что... Ну, объявляю следующую композицию. Вот такой вот такой вот... Композитор армянин. И тут из зала возмущение такое. «А почему вы говорите, что арабская музыка, если композитор армянин? Это армянская музыка». Вопрос, конечно... Ну, с нашей современной точки зрения, мир, может быть, и было бы правильно. Ну, учитывая, что эта композиция была написана в конце девятнадцатого века, и композитор писал именно то, что, скажем так, по всем канонам написания музыки того времени действительно это входит именно в рамку вот того, что называлась арабская музыка. Вот о чем речь. Ну, хорошо, понятно, что это не время и не география, а вот с точки зрения звучания. То есть мы же все равно как-то на слух отличаем ее от условной европейской музыки. Да. Вот что это такое, что делает нам ее... что характеризует для нас ее как арабскую. Вы знаете, как ни странно, очень я просто заметил в свое время как-то... что одна... Ну, если говорить уже теперь не об искусстве, а именно народной музыке, да, если говорить о народной музыке разных народов, разных этносов... Ну, да, мы как-то узнаем. Мы узнаем даже лица людей, которые ходят по улицам почему-то, как-то так определяем, вот кто откуда. Вот чем он отличается, я, честно говоря, затрудняюсь сказать. Мы как-то вот чувствуем это. А что касается музыки, я хочу сказать, что берем один и тот же мотив, ну, если над ним поработать, да. Ну, я, честно говоря, долго уже собираюсь сделать такой эксперимент и прямо даже написать такой мотив. Сейчас я просто, как бы, как у меня гипотеза, скажем так, да, что если мы возьмем какой-то подходящий мотив и написать его, наверное, как бы вариации, можно сделать очень легко, как бы один и тот же мотив, сделать его арабским, испанским, русским, итальянским, африканским, как угодно. Вопрос, мне кажется, больше как бы стиля, да, манеры, украшения, интонации, гармонии все-таки, да, где-то это очень... Вот так же мы различаем композиторов, кстати говоря, то есть... Да, то есть, как бы один композитор от другого отличается, но, скорее всего, не темами, а вот именно вот стилем, общим, общим, как бы все, все вот эти элементы, как бы вот есть у композитора, как бы вот своя черта, которая ему отличается. Тут, где у кого-то это в гармонии проявляется, вот, у кого-то это в инструментовке, в оркестровке, у кого-то форма, там, выдает его, скажем так, вот, и в случае с народной музыкой то же самое абсолютно происходит, но, чтобы не быть голословным, я бы как бы попробую, может быть, действительно, хотя не написал такую как бы тему, да, но попробую, в импровизационной манере, да, я сейчас попробую сыграть, например, вот, импровизацию такую, скажем, вот, ну, в арабском стиле, скажем, да, и, ну, понятно, что арабская музыка, она монодинная, да, монодинная, одноголосная, то есть, одновременно звучит только один голос, ну, это условно, конечно, потому что в арабской музыке есть и то, что называется скрытое полифония, да, то есть, скрытое многоголосие, ну, это, это уже, как бы, немножко, как-то более, глубоко сложный вопрос, но, тем не менее, да, вот, одновременно, сейчас услышите вначале только один голос, а потом я начну добавить хотя бы два аккорда и посмотрим, вот, что случится с этой музыкой, да, ну, правда, честно говоря, это будет импровизация. Это что-то будет превращаться в арабскую музыку? Ну, давайте попробуем, вот эксперимент, мне самому, честно говоря, интересно, что сейчас получится. Я вот сейчас буду импровизировать сперва вот только вот одноголосная музыка, а потом я буду, в общем-то, что-то добавлять, какие-то аккорды, вот. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка почти, да, то есть одна и та же мелодическая линия, просто сначала ее, вот, играл, играл, играл в один этот желат, я никаких отклонений не делал, я ничего не уходил, как-то по другим ладам. То есть, условно, мы бы на гитаре могли ее просто сыграть, да? Да, я просто добавил, вот, собственно, два аккорда, тоника и доминант. И, по-моему, разница ясна, да, то есть первая часть как-то была арабская, вторая часть получилась испанская. Вот, довольно простой пример. Если это сделать терцами, получится уже русская, наверное, да? Если местами, что очень характерно, кстати, для русской музыки, то есть переключаться между полифони и моноди, да, то есть вот и монофони, то есть туда-сюда, это тоже как бы прием такой в русской музыке используется. Вот, то есть это, что касается общий стиль. Но что очень сильно характеризует арабскую музыку по отношению к европейской, я бы не сказал даже уже не не только арабскую музыку, а вообще просто восточную музыку, ну, тоже восток, понятие такое, не включая Китай, Япония и Дальний Восток, да? Ну, ну, скажем так, персидскую, арабскую, турецкую, индийскую музыку тоже там. Это система ладового строения, интонация, вот, да, вот, что очень сильно слышно. Ну, наверное, слышали вы европейскую музыку по таким понятиям, как мажор и минор, да? Вот, вот, вам легко мажор. Я сейчас ровно три ноты только играю. А вот минор. А вот в арабской музыке есть еще вот такое понятие. Слышно разницу? Ну, вот, собственно, вот эта нота, она, которая не сюда, не такая светлая, да, ну, если относительно, конечно, понятие светлая там эта. И не такая, а вот такая. В подвеченном состоянии. Ну, пока что три ноты, они никак не называются. Если я добавлю еще одну ноту, это будет называться раст. Это лад, так называется. То есть, и он такой, как бы, один из самых характерных. И, скажем так, основной лад можно его считать, потому что, если, типа, его ступенкам, тоже из него рождаются другие лады. Вот. Можно его тоже послушать, как бы, вот уже лад сам по себе, да? Да. И, 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 и. И, 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 и. Субтитры создал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создал DimaTorzok Дима Тorzok Исотя на сайте У меня рождается такая гипотеза, которая наиболее вероятная Начнем с этимологического анализа. Очень много говорить, что слово «ут» означает в арабском языке «в kunna предстоит естедак Volg Да, это правда. И почему-то решили, что ветка, как бы называли не инструмент, а именно вот медиатор. Якобы раньше играли там какими-то деревянными ветками, палочками маленькими по струнам. Есть, конечно, музыкальные инструменты, шипковые такие, ну, как бы вот, влекторные, медиаторы это и есть влектор, собственно, на которых играют деревянными влекторами, есть даже японский такой инструмент, к сожалению, сейчас не помню. Да, вот, таким вот громадным треугольником вот так бьют, но там немножко другая эстетика, как бы. В общем, отсюда как-то вот идет такая история, что вот УД, значит, так, из-за того, что так, ну, играли на нем влектором, ну, немножко странно понимать, если бы скрипку называли смечком, потому что играют на ней смечком, понимаете? Ну, как бы смечок это смечок, а скрипка это скрипка, ну, как-то вот. Вот. Слово УД, ну, давайте я просто расскажу, как бы, гипотезу, которую вот так целиком. Слово УД вот откуда взялось. То есть почти все самые ранние такие музыкальные инструменты, струнные, щипковые инструменты имели так или иначе какой-нибудь кожаный резонатор. То есть представьте себе, что на корпусе натянут большой кусочек кожи, и вот здесь он завязывается, и сверху уже ставятся струны. То есть, когда струна вибрирует, она передает вибрацию именно вот этому кожаному резонатору, и этот кожаный резонатор, собственно, и вибрирует, и уже из корпуса, корпус сам только усиливает этот звук, и уже как-то вот выходит такой. То есть корпус играет роль усилителя, а главный резонатор — это вот, собственно, верхняя дека. Это правда, то есть очень много таких инструментов, и они есть до сих пор, и их можете увидеть где угодно, вообще почти в любой музыкальной культуре, в Азии точно. Они есть до сих пор. И слово УД, ветка, именно на территории Ирака, то есть, как бы, зная арабский язык, нужно еще учитывать, как бы, особенности местного диалекта в каждом регионе. Именно на территории Ирака УДом называют дерево вообще в любом его виде. То есть, это тоже УД, потому что это, как бы, ветка, но просто вот диалект такой. Люди используют слово «ветка», как бы, чтобы обозначить дерево вообще в любом его виде, любой деревянный кусочек. И вот кто-то, видимо, судя по всему, как бы, он взял именно на территории Ирака, и есть основания, я так полагаю, что это именно на территории Ирака происходило, потому что все ранние, как бы, мастера, которые уже, про которых мы уже точно знаем, уже начиная с 7 века, они, как бы, именно вот на территории Ирака и работали, и учились, и так далее. И есть ишел гипотеза, что это потомок более древнего персидского инструмента, барбат, у которого был кожаный резонатор однозначно. И вот сменили кожаный резонатор на деревянную деку, вот вверхную. По-моему, это достаточно причина для того, чтобы назвать... То есть представьте себе, в какое время это происходило, да? То есть это очень сложная технология. То есть готовить... Настолько должно быть тонкое дерево для того, чтобы оно действительно резонировало и могло заменить кожу. И вот, и таким образом мы как-то получили один из самых первых образцов музыкальных инструментов, изготовленный полностью из дерева. Без каких-либо других как-то материалов, из кожаных резонаторов. Это достаточная причина для того, чтобы назвать инструменты дерево. Просто деревяшка. Вот. Ну, в наше время, конечно, мы понимаем, что все музыкальные инструменты, от скрипки до гитары и так далее, ну, мы привыкли к этому. Ну, это относительно... Относительно современной технологии. Вот. Вот откуда как бы слово «уд» и откуда «уд». Все гипотезы и теории, которые рассказывают про находки археологов, честно говоря, я никогда не видел такую картину, которая была бы действительно похожа на «уд». То есть там... Если вообще все музыкальные деревянные, скажем, струнно-щипковые инструменты назвают «уд» — тогда да. Но вот именно в такой форме... Нет. Обычно как-то вот больше похоже на саз турецкий, да, или... Ну, как бы вот маленький корпус и длинная... шейка, гриф. Вот это как-то вот такие, да, такие, конечно, картины встречаются. То есть понятно, что идея сама по себе очень древна. То есть действительно люди знали такие музыкальные инструменты, струнно-щипковые. Но вот что касается именно «уда», которого мы сегодня знаем в его виде, то это, конечно, относительно более поздно такое. Вот. Точных указаний как-то уже в литературу, уже начинается с 7 века, уже точно мы знаем, что уже были «уды» уже такие, и мы даже знаем, кто на них играл и как играл. «Уд» мигрировал из территории Ирака на запад, дошел до Туниса, Марокко и так далее, оттуда уже пошел в Испанию. А где слово «уд»? В арабском языке еще говорят «аль». Да, определенный артикль, как на английском «the». Говорят «аль-уд». Испанцы говорили «ла-уда». «Ла-уда». Тоже определенный артикль. «Ла-уд», «люд», англичане стали говорить, «лютни» в России говорят. По сути, это то же самое. Но европейская «лютня», конечно, уже начинает развиваться своим путем отдельно, потому что и музыка сама европейская уже начинается с появления вообще феномена такого, как Григорианского хорала, конечно, уже музыка. То есть, запомните, с чего я начал рассказывать о том, что музыка одна, музыка одна, она везде одна. Ну вот, пожалуй, с этого момента музыка уже перестает быть одной. То есть, уже начинается, а? Две становятся музыки. Ну, по крайней мере, как бы начинается уже принципиальная разница. То есть, уже работает европейское мышление уже, как бы, главное понятие в европейской музыке – это созвучие. И начиная с этого момента, если арабы до сих пор музыка мыслят звуками, то европеец-музыканты мыслят интервалами. Вот как ни крути, где вот, достаточно немного уже поучиться вот в нашей жесткой музыкальной системе, и уже все, как-то мышление сразу переключается. А это даже, вот это мышление, оно и в академической, и в традиционной арабской музыке? Или вообще, вот, как эта разница? Я не знаю, насколько вообще далеко ушло традиционное академическое, потому что академизм нашего времени, академизм того времени, они так далеки друг от друга. И академизм того времени, я не думаю, что он настолько так далеко ушел от фольклора. Да, скорее всего, это были какие-то математические задачи, которые, в общем-то, музыканты ставили себе, ученые ставили себе, их даже сложно назвать музыкантами, просто музыкантами. Ну вот такова специфика культурного развития, ну я даже не знаю развития культурных, культурной динамики, скажем так, потому что развитие это такое понятие, как бы оттенечное, то есть не от худшего к лучшему, а вообще просто динамика. Да, вот появляется вот узкая специализация. Люди с того времени, они занимались как... Человек был и музыкантом, и астрономом, и медиком, и философом, и поэтом, и это все один человек. Вот. В наше время, я как бы в шутке просто говорю, что музыка осталась, ну, в плане именно академизма и узкой специализации, потому что, ну, понятно, например, в Московской консерватории есть кафедры, там, ну, скрипачи отдельно учатся, а есть еще офиси, где другие скрипачи учатся. Да, факультет современного исторического исполнительства, да. Вроде бы этот скрипач и тот скрипач, но они абсолютно разные. То есть просто скрипач, он играет почему-то вот только музыку девятнадцатого века, ну, грубо говоря, да, романтизм. Ну, так, от Баха до Прокофьева включительно, да. И Баха, причем, играют так, как не нравится тем, а эти играют так, как не нравится этим. А Фихи играет все, что было до Баха и Баха включительно, да, а все, что было уже после Прокофьева. Да, ну, и вот эта, как бы, дырка, вот черная дыра, вот такая получается, вот эпоха романтизма в образовании. Вот она отдельная вообще. И вообще просто, если подумать настолько как-то все это, осталось бы только открыть, как бы, кафедру для специалистов по отдельным струнам. Как-то будет кафедра первой струны, кафедра четвертой струны и так далее. Ну, понятно, что я как бы утрирую, может быть, даже неудачная шутка, потому что она плачевная в каком-то смысле. Потому что весь этот прогресс, узкоспециализация, она немножко так как-то дает в итоге однобокий подход, что ли. Вот, нет, вот, ну, это все происходит за счет все-таки вытеснения очень широких взглядов. И это касается не только музыки, а вообще во всем. То есть это не такая просто, как бы, культурная специфика, как бы, специфика культурной динамики любой. Вот, ну, приходится как-то вот с этим пожить. Надо жить как-то более тонко. Вот если вернуться немножко к истории, есть какое-то представление о знании о первых композиторах арабских? Да. Вот я говорил о миграции Уда от Багдада, скажем, условно я, конечно, говорю, то есть от Ирака современного до Туниса. Вот, действительно, в девятом веке, например, переехал. Такой великолепный музыкант, такой тоже легенда. То есть мы тоже настолько просто... Мы-то про Паганини уже не знаем, где правда, где мифы, где вымыслы, да? А это был девятнадцатый век. А я говорю про девятый век. То есть очень сложно разобраться, что там правда, что нет. Но, тем не менее, мы можем сказать точно, что этот человек, ну, его зовут, звали Зириаб. Скорее, это кличка, вот такой. Вот. Он точно пел хорошо. По крайней мере, люди того времени это считали. Играл очень хорошо на аудио. И он основал первую музыкальную школу. Я не знаю всю историю мира, но я более древняя, как бы, вот, рада музыкальной школы пока что в литературе нигде не встречал. Вот именно школу, музыкальную школу. Она была в городе Хераван, это в Тунисе. Туда приезжали в основном певицы, девушки, которые учились у него пению и игры на инструментах. В основном на ауди. И служили они, конечно, при дворе уже в Андалузии. То есть в Испании, ну, современной Испании. Приезжали из территории Персидского залива, то, что сегодня Саудовская Аравия, там, ну, того региона. Приезжали в том числе больше, кстати, и часть приезжали как раз из Испании. Ну, Испания, Португалия, вот, из крупных городов того времени, как-то, вот. Приезжали туда учились у него и обратно отправлялись, в общем-то, в Испанию, в Андалузию для работы при дворе. Уже, вот, Амавийского халифата. То есть это, как бы, первые исполнители у ученых. Он не оставил никаких таких ценных трудов в музыке, письменных, по-моему, даже никаких. То есть, вот, про теорию музыки. Ну, дальше уже начинаются такие, как бы, уже серьезные имена, как Аль-Фараби, который уже написал большую книгу «Песень». То есть это уже, можно сказать, что такой сборник песен, и предлагает свою систему нотации, если можно его так назвать. Ну, да, нотации, собственно. Если нотация — это метка, то тогда, вот. Вот. То есть это один из самых таких основных, как бы, источников, на которые ссылаются сегодня как-то музыканты, теоретика арабской музыки. И он объясняет абсолютно, как бы, всю теорию и греческой, то есть древнегреческой, то есть и Пифагора, в том числе. И мы от него тоже очень много знаем, и про Пифагора, потому что какие-то тоже переводы пропадали, а он, вот, получалось так, что он их сохранил. После него, значит, еще Аль-Армауи пишет тончайшую книгу, вот такую, я не знаю, страницу 20. Когда Аль-Фараби пишет вот такую, как бы, книгу, просто сборник песен, то Аль-Армауи пишет предлагать свою систему именно темперирования и тоже свою систему запись музыки. А ничего о музыке самой он не оставляется, как бы, вот, практически. Дает примеры, то есть он просто, когда объясняет, как надо писать музыку, как надо делить струну, как надо темперировать, делить октаву, скажем так, да, на сколько этих интервалов. Вот. То есть он свою систему темперации и свою систему нотной записи. Вот это уже двенадцатый век. Двенадцатый, тринадцатый, то есть он на рубеже веков как бы жил. Вот двенадцатого, тринадцатого. Вот Аль-Армауи очень много такой, как бы, вот, математический труд, можно сказать, написал в тончайшую книгу. И вот, когда он объяснял, как это сделать, он просто давал какие-то, вот, буквально, такие мотивы, чуть ли не один-два такта. Даже не мотив даже, то есть не законченные, скажем так, какие-то примеры о музыке. Вот. Это все, что касается, собственно, вот, такие основные, да, основные труды. А дальше, собственно, наступает черная дыра в арабской культуре вообще как такового. Вот. И возрождение начинается опять-таки в девятнадцатом веке. То есть, понятно, да, то есть, когда мы говорим в средневековую Европу, это рассвет в арабской культуре, а дальше уже начинается возрождение в Европе, это уже темные века в арабской культуре, а дальше уже начинается возрождение в арабской культуре, а в европейской культуре уже начинается вообще мировая война и постмодерн, да, и авангард. Вот. Собственно, мировая война в арабской культуре, собственно, не сейчас происходит. Вот, пожалуйста, она есть. Другая форма, конечно. Времена другие, но в культурном смысле процессы одни и те же. И в XIX веке возникают композиторы очень много, которые действительно занимались именно возрождением, то есть тех самых андалузских форм музыки, которые они... Потому что, почему, кстати, андалузская музыка очень важна для арабской музыки, в истории развития арабской музыки. Несмотря на то, что это территория исторические, может быть, сказать так, с юридической точки зрения, что ли, не сильно арабская, но, во-первых, арабы там правили лет 800. Это почти половина известной нам истории. То есть немало. И, во-вторых, на мой взгляд, вообще ничего не дает так как-то музыка, не может так обогатеть музыку так, как синтез культур. И, собственно, вот географическое расположение вот андалузии, да, то есть мы говорим европейскую культуру, под арабским влиянием, центр арабской культуры находится на востоке, да, европейская культура. Собственно, мы с вами только что сделали небольшой эксперимент и поняли, что получится, если мы добавим два европейских аккорда к арабскому матьеву. Вот и получается испанская музыка. Достаточно даже об этом подумать, кстати, даже можно не играть. И уже настроение будет такое, значит, знаете, так на корриду пойдем. По крайней мере, может такие ассоциации возникать. Вот. И в девятнадцатом, в конце девятнадцатого, в начале двадцатого века возникает большое количество музыкантов, пишущих уже музыку. Ну и раньше, конечно, возникает, но всегда они были. Не значит, что там были темные века, значит, не было никаких композиторов. Но, или музыкантов. Ну, кстати, вообще слово композитор здесь неправильно, потому что, опять-таки, слово композитор, если уж по большому счету... Но оно сложное. Скажем так, композиторы того времени, это не наше представление о композиторе вот сегодняшнем. Даже девятнадцатого века? Даже девятнадцатого века. В арабской культуре даже двадцатого века. И я бы сказал, даже сегодня. Да и в европейской культуре. В европейской культуре композитор... Вот опять-таки, вот эта узкая специализация. Вот таких композиторов, как, допустим, Альфред Шнитке. Человек, который пишет музыку, приходит в зал сидеть и слушает свою музыку. Он не участвует в игре. Да, вот настолько, как бы, вот уже изолированная. В то время, как Прокофьев еще, как бы, и сочинял, и играл, да. И это не потому, что они не умели играть, а просто вот уже возникает, как бы, вот эта узкая специализация. Есть исполнители, которые тоже могли бы сочинить музыку, но они занимаются именно исполнительством. Есть композиторы, которые тоже могли бы играть, но они занимаются именно композицией, да. И все, это отдельные разные профессии уже, и очень четко границы, они формируются, по-моему, только в 20 веке. Вот я затрудняюсь как-то сказать, чтобы вот какие-то европейские композиторы, там, сочиняли музыку и передавали ноты оркестру, там, дирижеру, иди, дирижеру, играй. Я не буду в этом участвовать. Это явление очень, по-моему... Недавнее. Так вот, да, недавно, и поэтому вот сказать, что да, композиторы того времени, это были музыкантами того времени, в широком, в более широком смысле, они играли, писали, сочиняли, фиксировали какие-то ноты, какие-то, нет, просто импровизировали много. Кстати, вот что очень важно в арабской музыке, вот очень, она держится на импровизациях, то есть импровизация имеет очень большое место. А вот перемены стилей, как в европейской музыке, это что-то похожее есть? То есть, допустим, та же самая средневековая музыка и музыка 19 века. Может быть, кстати, вообще тоже такой эксперимент провести, может быть, можно что-то такое сыграть, что-то максимально древнее и... Я не знаю, вот честно говоря, не, ну... Это будет отличаться на слух? Не думаю. Просто вопрос здесь такой. Вообще вопрос стиля, то есть, как бы тоже, опять-таки, когда вообще в европейской культуре возникла сама по себе идея делить музыку на старую и новую? Да, на каких-то стиле. Вот у Арнанкура книга «Мои современники» Бах Монтеверди, кто третий там книга, книга так называется, да, дирижеров великого. И главная идея там была в том, что люди всегда играли современную музыку, и только в наше время возникает такой интерес, как бы вот старая и вообще сама по себе идея делить музыку на древнюю, на это... Идея делить музыку вообще, как национальную музыку, вообще понятие, вот русская музыка, польская музыка, французская музыка, это тоже как-то продукт романтизма. Очень сложно было сказать до Бетховена, что этот немецкий композитор, или тот французский композитор, или этот английский композитор. Композитор и композитор, собственно. Ну, мы сейчас, конечно, их делим уже, но сама по себе привычка, вот это, по-моему, на мой взгляд, мне кажется, что она как бы вот оттуда растет, из девятнадцатого века, из эпохи романтизма, потому что вся идея романтизма, она как бы держится на идее именно национального. В арабской музыке был романтизм? Вот в этом смысле? Вот я как раз и пытаюсь понять, потому что в арабской музыке, вообще в арабской культуре что-то происходит подобное, но оно происходит в разное время, то есть оно не происходит в то же время, что и в арабской музыке. То есть деление вот арабской музыки даже на уже внутреннюю составляющую, на древнюю, старую, новую, современную и так далее, оно сейчас, по-моему, происходит. То есть оно вот сейчас вот где-то будет формируется процесс. Ну вот если прямо сейчас, мы все-таки можем это попробовать и попробовать заслушать? Ну вот можно, но это будет происходить с моей точки зрения, потому что мое понятие, например, что такое современная музыка, оно для меня современная музыка. Это не современная арабская музыка. Вот я не знаю, что происходит в современной арабской музыке. То есть в современной арабской музыке люди как-то вот, ну почему-то, к сожалению, делают поп-музыку. Максимум, как бы в лучшем случае делают музыку такую красивую в джазовых формах, в джазовом стиле. Вот. А современные композиторы, которые занимаются современной композицией, они занимаются современной композицией ровно так же, как занимаются этими европейцами. То есть чем-то таким, как бы сильно отличающим их арабским? Нет, по-моему. Ну можно, конечно, использовать там те же молодые где-то фрагментами, местами. Ну не сказать, что прямо вот из этого как-то музыка получится прямо. Может быть, вашу собственную, это я с другого конца зайду. Какую-нибудь, а сначала старую максимально, а потом сегодняшнюю. Ну старую максимально, максимально, давайте. Может быть, это... Да, я сейчас играю андалузскую как раз тему. Очень известна музыка. Может быть, кто-то из вас уже слушал эту песню. Да, я сейчас играю андалузскую как раз тему. Да, я сейчас играю андалузскую как раз тему. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я люблю экспериментировать В импровизационной манере Использовать те же самые Все-таки у меня школа Европейская, советская Естественно, она держится Поиска новых способов извлечения звука Нетрадиционных способов И форм, и так далее Вот, поэтому это просто Была бы импровизация Вот В которой может Встречаться все что угодно Как и традиционного Как и непонятно что Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Делимся опытами друг с другом Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другие люди У них общий язык, общая религия И ничего общего больше нет Одна из богатейших стран мира Сосредствует с одной из беднейших стран мира Что может быть общего между ними? Есть момент идеологии XX века Не только арабов так воспитывали Так воспитывали и здесь И в России, и в Европе К сожалению, был такой страшный век Ну, были какие-то прекрасные, конечно, плюсы Но вот минусы вот эти вот Внушение вот этой идеи национального То есть настолько просто нужно держаться Психологическое такое ощущение Нужно держаться арабской музыки Я вообще начал заниматься музыкой арабской, скажем так Относительно недавно Я вообще пытался бороться Я, кстати, вообще первый раз, может быть, так Публично об этом говорил Я всячески пытался вообще убить все арабское В моей музыке Ну, я понял, что это невозможно Потому что, собственно, оно есть А что плохого в этом? Ну, я поздно, как бы, вот К этому пришел А у меня как-то было внутреннее сопротивление Вот такое, вот Психологическое Я не хотел заниматься арабской музыкой Я хочу заниматься любой музыкой, но не арабской Ну, вот она меня преследовала, что ли, я не знаю В другом инструменте играли Я на скрипке учился Вот Но она есть И, по сути, я понял, что я могу заниматься арабской музыкой Потому что я понимаю, что... Я понял, что действительно Тогда, когда я узнал, что нет арабской музыки То есть, когда я для себя делал эти выводы Я понял, что нет арабской музыки И нет русской музыки Нет вообще никакой национальной музыки Есть музыка И вообще все эти вопросы, как бы, деление музыки на... Даже на академическую, фольклорную, арабскую, национальную Там какую-то... Это все вопросы как-то именно вот подхода Метода исследования Вот как мы к этому относимся Вы знаете, очень... Очень интересная история Я... Рассказывал эту историю Люблю я, извините, повторю еще раз Она меня просто... Поразила Вот как-то я... Ну, это был момент, когда я познакомился с... Точнее, увидел расписание... Предметов, ну, во всех курсах От первого курса до пятого курса У нас один предмет, история... История музыки, грубо говоря Но этот предмет в разных, как бы, курсах Называется по-разному На первом курсе он называется ИЗМ История зарубежной музыки А потом через какое-то время, там, по-моему, с третьего курса Я сейчас уже не помню, с какого Он будет называться ИРМ История русской музыки А дальше он будет называться ИОМ История отечественной музыки Вот когда я понял, что есть разница между русской музыкой и отечественной музыкой в России У меня вот так шары вывезли вообще Я еще был на первом курсе То есть, да, вот такой прям был шок для меня И понимаете, да, до Рахманева включительно Это русская музыка Все, что после него, это уже отечественная музыка, да А Рахманев это русская музыка, там, вот От Глинка до Рахманева, это все русская музыка Дальше, Стравинский не помню где был Вот честно, очень интересно, где, вот как Зарубежная И на каком основании Ну почему, зачем, ну как, Стравинский же Ну вы же Стравинский Да, вот Шнитке куда, зачем девать, ну Еврейская музыка, немецкая музыка, русская музыка Вот какая она, Шнитке Учитывая еще как бы специфику музыку, саму Шнитке, да С миру по нитке, музыка Шнитке То есть, она вообще просто всеобщемировая такая Поэтому это вопрос просто, я понял, бессмысленности всего вот этого разговора, она арабская там, и вообще этого протеста И только тогда я уже начал спокойно заниматься арабской музыкой, в том числе Ну не только арабской музыкой, и ни за что не только арабской музыкой, а просто музыкой Я вот занимаюсь музыкой, в том числе и арабской Вот меня просите играть арабскую музыку, я играю арабскую музыку, мне нужно играть французскую, я играю французскую Ну я не знаю, какого, ну вот мне нужно так, 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 всяк, по-разному можно играть А вот что касается вот состояния арабской музыки вообще, в широком смысле, в мире Вот все, вот эта дилемма как-то вот, она продолжается Некоторые просто продолжают, как бы, вот это отторжение Уход в европейскую музыку, считают, что она более высокая Естественно, конечно, понятно, что это абсолютно ошибочная точка зрения А кто-то не признает ничего за пределами арабских традиций И вот этот конфликт, он сейчас очень устроен Какой-то центр существует, не знаю, где? Они в плачевных состояниях, все это центры, к сожалению, нереально Ну, вообще весь мир, арабский мир сегодня, к сожалению, в плачевном состоянии То есть в экономических, социальных, политических смыслах Ну, что происходит в арабском мире, очень сложно говорить о каком-то там центре Есть какие-то академии, там, в Каире, в Сирии Не знаю, как она сейчас функционирует, по-моему, никак Ну, вот ничего такого серьезного нет Ну что же, немножко на грустной ноте, но сейчас спросите что-нибудь, и мы поднимем градус Да? Готовы? Ну, это не вопрос, наверное, а скорее просьба Вы вначале просто сказали, что можете в арабский мотив плести русские какие-то узоры Я не сказал, что я могу это сделать, я сказал, что есть, нет, я сказал, что это гипотеза Гипотеза Я не говорил, что это арабский мотив Идея, может быть, да, нуждается как-то в прояснении Я предполагаю, что можно написать такой мотив, который, ну, как бы, может не мотив, а тему, скажем так, музыкальную Ну, это такая идея для эксперимента То есть это серьезный, это будет серьезный эксперимент Сохранить эту тему и сделать просто ее, как бы, вот вариацией, вариацией Вот вариацией, вот так, чтобы был русский вариант, арабский вариант, испанский, французский, итальянский, американский, джазовый и так далее Ну, не сказать, что это прямо такая новая идея, по-моему, она есть Скажи про что Чаще всего такие вариации делаются в наиболее таких поп-стилях Ну, поп в хорошем смысле, популярных Вот, а вот если затруднить немножко так, усложнить задачу и попробовать написать такие темы как-то вот в более глубоких таких, что ли, древних традициях, знаете, вот найти разницу между персидской, турецкой, арабской, там, индийскими вариантами, например По-моему, это просто так интересно было бы Скажите, а вот если выбирать между европейской музыкой и индийской, то больше созвучий, наверное, конечно, будет с Индией А зачем выбирать? Ну, я понимаю, да, вы против таких вот четких специализаций, но мне просто интересно Ну, в смысле созвучия? Я, может быть, не понял вопрос, выбирать что между чем и чем? Зачем выбирать? Я не понимаю, зачем выбирать? Нет, не выбирать, я имею в виду по типологии музыки, по типологии вот нюансов каких-то, строй, инструментов Ну, классическая, с классической индийской музыкой Вы сейчас про арабскую музыку спрашиваете, она ближе к русской или к индийской? Про арабскую, да, да, то есть строй инструментов, скажем так Мне кажется, с точки зрения русского человека, это, естественно, конечно, арабская музыка, она ближе к индийской А мне кажется, с точки зрения индуса, русская музыка ближе к арабской будет Понятно, в каком месте мы находимся А с точки зрения араба, индийская будет ближе к русской То есть это треугольник такой, у него есть какие-то центры Об этом и речь, об этом и речь, то есть это настолько просто сложный процесс, понимаете, потому что для носителя, скажем так Ну, давайте просто отойдем от музыки Давайте просто, например, языка просто поговорим Вот что для вас, как бы, арабская музыка, она ближе к русскому, арабский язык, он ближе к русскому или к индийскому? По-моему, для русского человека они вот похожи, потому что ни то, ни другое непонятно А индус точно так же подумают, что арабский и русский, они очень Между ними общего для индуса, относительно индуса общего, то что оба они непонятные Да? Ну, языки И мне кажется, вот с музыкой примерно такая же история происходит Ну, не то, что музыка была понятна или непонятна Вы как профессионал, то есть приемлете все, да? А я как зритель и любитель, то есть пытаюсь просто для себя, как бы, то есть пропускаю через себя вот это восприятие различных, да? То есть вы занимаетесь этим всю жизнь, и вы понимаете, где находится центр, то есть суть, да? Но различия все-таки есть между европейской и арабской, там, и индийской музыкой У меня возникает вопрос ритмики, потому что в европейской музыке я услышу, она просто всегда ярко выражена, ее не нужно искать Она лежит прям как бы на поверхности, да? А вот в этой музыке, как бы, совершенно четко понятно, что ритм есть, но, то есть его очень сложно проследить То есть как бы вот сидеть и отсчитывать его, просто как бы вот становится невозможно понять, где он там пролегает Вот, для меня А вы знаете, когда, например, скажем так, средний араб такой, не музыкант, человек, который, ну, когда не слушают Ну, допустим, симфоническую музыку, какой первый вопрос может возникнуть? Ну, один из первых Я не знаю А где ритм? Что правда? Там же нет ни дарбука, ни рик, ну, как танцевать-то? Вот то, что вам кажется, что тут есть ритм, а там его нет, мне кажется, это барьеры, которые мы сами себе Не нужно, вот очень важно понять вообще в любой музыке Нет, я понимаю, что он есть, но он для меня сложен, я не могу его по рисунку, я его пытаюсь воспринять, но, то есть я бы никогда не смогла его как-то отстучать там или там Да легко, если вам его покажут, вот сейчас, все постучите арабский ритм Уже стучали в прошлый раз здесь Давайте попробуем сейчас, ну, если интересно Легко Нет, это все очень просто, вопрос не в этом, вопрос, что слушать в музыке? Понимаете, вот сидит девушка в московской консерватории, звучит, я не помню, кого играли там, из минималистов И девушка встает так демонстративно, я не могу 20 минут слушать ля минор Так подожди, там еще полтора часа впереди, во-первых, во-вторых, не надо в минимализме искать смену гармонии, это абсолютно разные вещи А она так обиделась за 20 минут ля минор и ушла Ну, я не понимаю, что она пыталась сказать этим, то есть, может, она пыталась демонстрировать, что у нее абсолютно слух, что она определила ля минор Ну, что-то она хотела из этого сказать, но это вообще абсолютно разные вещи, да? Я о чем? Я о том, что как бы в каждой музыке есть, как бы, вот есть единицы, какие-то параметры, которые меняются, какие-то параметры, которые отсутствуют И в европейской музыке есть такие каденции свободного ритма, например, просто импримизации, где тоже нет, пожалуйста, свободно от ритма абсолютно И в арабской музыке есть очень четко ритмические, причем очень простые, на раз-два, раз-два, пожалуйста, что там считать-то? Все на четыре четверти, на две четверти Да, какие там ритмы присутствуют? Может, тогда начнешь что-то понимать? Ну, кстати, в арабской музыке, кстати говоря, очень много, очень много простых именно вот таких квадратных форм Именно две, четыре, реже гораздо используются три четверти Что-то показать, я не знаю, понятнее будет, если у нас инструменты... Ну, пожалуйста, да, например, ну вот я сейчас играл такую мелодию, да, сейчас покажу, но это немного как-то посложнее Ну вот, смотрите, вот, пожалуйста Ну... Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вот ритм, который я играл, ну, песня, которую я играл, говорил, да, она такая популярная, она называется «Самяя», это на 10 восьмых. Ну, иногда цифра вот так звучит, так страшно. Ну, ритм очень, по сути, простой, его просто надо как-то знать, да. Три-три-четыре, например. Все, вот оно. Три-три-четыре, например. Три-три-четыре Очень все. Ровно весь, как-нибудь. Спасибо. Просто схема такая, да. То есть, когда вот встречаются в арабской музыке, в индийской музыке и так далее, да, вот эти 23 четверти, там, и 14 четверти, и 18 восьмых и так далее. Это все, как бы, такая более широкая схема именно фразировочная. Это то, что, как-то, можно сказать, некие такие, как бы, французские лиги такие, длинные-длинные фразы. Но внутри себя непросто как-то вот состоять из повторяющихся мелких паттернов, из простых ритмов на три-четыре четверти, и все. Максимум, что можно встретить внутри них, как бы на пять четверти, и то, что это очень редко бывает. Спасибо, мы про сложные ритмы, да, и основные всякие прослушали. А можно про гармоническую? Ну, вот мы рассказывали про трактаты по нотированию и темперации. Можно поподробнее с точки зрения европейского человека с представлением о европейской музыке? То есть мы не можем, мы можем понять, что эта музыка своеобразная и для уха непривычная. Но для того, чтобы понять, как она устроена, наверное, нужно категориями мыслить, которыми мы привыкли мыслить. То есть это, какие лады были взяты из античности, во что они превратились, что составляет традиционный лад, и сколько ступеней, и как они вообще. Вообще, вот мы видели ни мажор, ни минор, да, посередине какая-то терция непонятная, там, да, ни большая, ни маленькая. Она очень понятна, она ровно посередине, она литеральная. Просто, просто. Она хорошая такая, да. Ее можно толкать, натолкнуть и туда, и сюда, пожалуйста. И второй вопрос у меня был касательно, вот, традиционные мотивы. Я слышу частенько, что инструмент, ну, динамические стрихи не очень, как бы, выражены. В современной стремятся к разнообразию люди. А традиционный, он играет, ну, ровненько так, динамикой. Это такая традиция исполнения существует? Я бы не сказал, что это просто традиция исполнения, это, мне кажется, даже вообще, ну, согласитесь, что вообще европейская, опять-таки. Вот я почему всегда, вот, делаю, сравниваю с европейской музыкой, просто, чтобы показать, что действительно разницы нет. Не потому, что есть разница, а я пытаюсь все время объяснить, что разницы нет. Европейская музыка тоже вообще, аж такая революция была, люди, когда придумали фортепиано, люди от радости так радовались, что... Сожгли все клавесины. Вообще, достаточно, что они назвали инструмент вот таким странным названием. Громко-тихо. Вот, вот это... Ну, поначалу было наоборот, пиано-фортепиано. Да, тихо-громко, да, то есть, неважно. Посмотрите на ноты, баха там и так далее. Очень-очень редко указано там, ну, как бы, да, очень... Нет, там есть указания, там встречаются, да, форте и пиано там. Особенно в скрипичных, там, как бы, там, указывают динамику местами, указывают... Штрихи, кстати, что он почти никогда не делает для клавишных произведений. Но... Эта специфика инструментов не позволяла, как бы, ну, вы играйте на клавесине, не играйте на клавесине. Вот, голос, голос, ну, это все, как бы, вот, музыка всегда сопровождала чего-нибудь, какой-нибудь процесс. Вообще, сам по себе ритуал слушания музыки, просто сидеть и слушать музыку и больше ничего не делать, как мы сегодня с вами делаем, покупаем билеты, идем в театр, в консерваторию, в филармонию, сидим, слушаем музыку и больше вообще ничего не делаем. Это очень странная идея. Перед нами сто человек, там, сидят, играют на сцене. Может быть, один человек сидит и играет на фортепиано или на скрипке, соло там. Это очень странно. Как можно сидеть и просто слушать музыку, вообще ничего не делать? Здесь мы сравним классическую европейскую музыку и музыку, скажем, мы... Ну, да, да, да. Мы тоже слушаем ансамбль балалайшников, но понятно, что это все прихоти... Я о чем? Я о чем? Что традиция игры на музыкальных инструментах в арабской культуре, да, ну, если вернуться туда, да, как бы, вот, к традиционным формам, это всегда было сопровождение чего-то. Сопровождение чего? Ну, не знаю, какой-нибудь вечеринке, да, ну, представьте себе, что это бал. Надо играть громко или тихо, вот, не понимаю, да? То есть, надо, чтобы люди танцевали, все было слышно, а зал большой, играем громко. Музыка для фейерверков. Ну, да, вот, здесь то же самое, то есть, как-то, вот, люди веселятся там, и, играйте. А зачем тихо-то играть? Там нет такой традиции, вообще, момент, типа, здесь играть тихо, это тоже связано с тем, что тебя услышать. А только ли развлекательная роль такой традиционной? Нет, конечно, функции всякие разные были. Но дело в том, что музыка – это некая составляющая какого-нибудь ритуала. И этот ритуал не называется слушание музыки. И этот ритуал происходит в рамках, ну, как бы, уже определенного. Я не знаю, если это, как бы, не знаю, песня такая земледельческая, да, трудовая. Тут надо землю пахать. То есть, процесс один, и песня одна, или там много песен, но процесс один. И, собственно, вот, нужный уровень динамический, он берется от начала до конца. А вот злоупотребление громко-тихо – это тоже как-то вот вещь такая тоже современная, вот что я хочу сказать. И она связана с новыми формами слушания музыки. Сохранились ли разные, ну, скажем так, виды мелодий для разных видов деятельности? Мелодий, скорее всего, нет, потому что в каждом регионе… Вы знаете… А какие-то праздники традиционные, которые не вытеснила полностью религию? Не-не-не, почему? Не-не-не, вообще, кстати, это все сохранилось. Я имею в виду, что классификация такая-то, вы знаете, то есть, мелодии не меняются. Вот в чем дело. Как в России есть протяжные, есть там какие-то… Конечно, 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 да. Да, конечно, есть. Но, вот в чем дело, очень часто встречается, что одна и та же музыка встречается с… Ну, естественно, если какие-то короткие мотивы повторяющиеся, куплетная форма и просто стихи меняются. И эти стихи, как вы словаете, могут быть о чем угодно. Да, а музыка одна и та же. Вот. Как везде. Ну да, да, как везде. Чистушки, допустим. Текст о чем угодно может быть. Китайский и дальний мастер. Да, да, конечно, конечно. Фольклор – это нормально, это отличает, как бы, действительно, фольклор от академического академизма и вообще искусства как такового, потому что, ну, как-то очень прагматично должно быть. Ну, а что сидеть, сочинять под каждый случай, что ли, новую музыку? Музыка же есть. Слова давай менять. Я еще раз задам вопрос. Да. Я еще не ответил на первую, но я помню. Но я опять про мелодическую составляющую. Существует ли… Сколько ладов вообще принято в традиционной музыке? В традиционной музыке где? В традиционной музыке, ну, скажем, если мы возьмем… Ну, мы же берем разные регионы. Вот об этом и речь. То есть в каждом регионе есть свои какие-то популярные лады. Три-четыре популярных. Ну, это не значит, что они не знают других ладов, да, или не встречаются. Они тоже встречаются. А какие-то лады можно встретить здесь, не встретить там, можно встретить один и тот же лад с разными названиями. Можно встретить одно и то же название разных ладов. То есть разные лады будут в разных регионах называться одинаково. Но наибольшее распространение, как мы поняли, получил вот регион современный Испокастильский, вот это вот, это был расцвет музыки в этом смысле. Нет. Потому что, ну, как в России, напевы некоторых губерний, в силу того, что они не были записаны и собраны, они меньшее распространение имеют. То есть мы и ухо привычно более к определенным регионам. Вариантом, скорее всего. Вариантом, ну, тоже все совсем разные, и ритмы, и привычки разные в разных регионах, и, ну, то, что было записано, то, что сохранилось, и то, что напели до сих пор, в арабском мире, я так понимаю, ну, скорее всего, то же самое, потому что какие-то провальные есть. Нет, в арабской культуре, кстати, мало что изменилось. То есть все-таки консерватор, и консервативный. Ну, арабский всегда был более цивилизован, и... Не знаю, не знаю, во-первых, слово всегда я бы здесь не использовал. Срединика это хранитель цивилизации. Ну, а после что? Ну, а после все. А сейчас что? А дальше что? Нет, я бы не сказал так. Просто вот сама по себе, как бы, культура, так как-то более, ну, консервативная. Вот это сохраняет, эти традиции передают из поколения в поколение очень хорошо. То есть именно вот это устные традиции они передаются. Ну, вот. Возможно, в силу того, что как-то вот очень географическое деление вот каждой такой культурной, культурной среде вот все-таки ограничено довольно хорошо. А что касаемо палитры инструментов в этой музыке? Ну, арабские инструменты, ну, есть, ну, естественно, как я уже сказал. То есть это был инструментом, с которым всегда везде работали и ученые. То есть основной инструмент, я бы сказал, что он занимает в арабской культуре такое место, причем всегда занимал такое место, какое занимает сегодня в европейской культуре фортепиано. Вот. Да, и кроме него есть канун, инструмент, который придумал, кстати, Аль-Фараби. И, ну, это струнный стол такой, как бы, тройные струны, играет тоже плектором, вот, надевает кольцо, и из него, в общем-то, торчит плектор. И вот такие струны, то есть представьте, что это такое, как бы струнный стол, и вот так. Вот. Есть най. Кстати, слово най можете запомнить. Вот тоже очень интересный феномен. Най. Почти в каждой музыкальной культуре вы найдете музыкальный инструмент, который называется най. Это обязательно духовой инструмент, но он абсолютно не похожий на другой най, который с соседней стороны называется най. Да, то есть, например, в Румынии най называется это панк-флета, а най в арабской культуре это бамбуковая флета вот такая, да. Най турецкий немножко, говорят, отличается. Я, честно говоря, никогда не понимал, чем они отличаются, но все убеждены, то есть, кто играют на этом инструменте. То есть, наисты сами исполнители, что это разные инструменты, но чем они отличаются, мне никто не мог объяснить. Вот. Я, вот, кстати, вопросу, да, вот турецкая, арабская музыка, в чем они отличаются, мне непонятно. Вот. Ну и, естественно, перкуссии. А один из основных тоже инструментов, который не получал абсолютно почти никакого развития в арабской культуре, он остался таким же, как бы, инструментом? Поэтов, кочевников, себя всегда сопровождали для этого инструмента, называется рабаб. Это как раз, вот, просто деревянная рама, то есть, я говорил, что про кожаный резонатор, да, есть деревянный корпус, и на нем натягивается кожаный резонатор, а там наоборот, то есть, как бы, корпуса даже нет. Есть деревянная рама просто, и весь корпус, он кожаный, и натягивается иногда одна, иногда две струны, ну, иногда я имею в виду в разных регионах. Вот, где-то натягивают одну струну, где-то две струны, и играют на них в пределах кварта, как бы, 4-5 нот, то есть, почти что в пределах, как бы, человеческой речи обычной. Вот. И все, как бы, вот это основные инструменты. Конечно, разновидности много, разных инструментов есть, но это... Вот такой смечковый инструмент. Поиграете? Да, сейчас поиграю, потому что я должен был ответить еще на первый вопрос, что касается ладов, да? Вот, лады, значит, лады и гармония. По понятию гармония здесь тоже присутствует, но оно... Вообще, понятие гармония настолько сложное, я вообще не очень люблю эту тему, потому что для меня понятие гармония настолько широкое, как бы, не означает только какие-то аккорды. Но здесь оно тоже есть в этом смысле, но оно горизонтальное, да? То есть, не вот такие вот, а вот... И я уже понимаю, что я, например, в до миноре, да? И я уже в до мажоре. Ну, к примеру. Лады строятся тоже по той же абсолютно схеме, как и греческая, как и арабская, как и русская музыка, те же там, гласы. Здесь есть тоже это трахорды, они называются джинсами. Их девять. Я сейчас попробую сыграть империализацию, в которую я бы включил все вот эти... Ну, может, не все, но я попробую. Это уже знакомый вам раст. Их девять. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Sимон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Но это барочная мандарина. А современная мандарина тоже, по-моему, разная. Кто-то вообще из крипичной строя, по квинтам настраивает. Поэтому, насколько похожи мандарины сами на себя, насколько похожи уды сами на себя, насколько похожи людьми друг на друга, они все разные. Это все вариации есть, но, естественно, сходства есть. Вы знаете, в данном случае я придерживаюсь Кантом. Кант говорил, найдите сходства между различными вещами и различиями между тождествующими вещами. Вот я всегда ищу и то, и другое. Если вещи очень сильно похожи, я очень пытаюсь найти отличия. А если они очень разные, я пытаюсь найти сходства. Мне кажется, вообще Кант – великий философ. Есть ли еще вопросы? Можно еще парочку коротеньких, надеюсь? Да, пожалуйста. Вот недавно была в Иране прекрасная страна. Где? В Иране. И по сравнению с Россией, опять же, там мне показалось очень много музыкантов и в плане обычных людей, обычных жителей, которые, видимо, из-за некой изоляции страны уже некуда себя реализовывать. То есть все играют. То есть практически на каждом углу попадались люди. Вот интересно, как в арабских странах дело обстоит. То есть, ну, как бы, с моей точки зрения, россияне очень мало играют. То есть, как бы, в лучшем случае… Не знаю. Зато поют. И это редкость. Я вам скажу так. Ну, вообще, конечно, вопрос, ответ мой, по-моему, может просто растянуться еще на отдельную встречу. Да, стран-то много. Конечно. Потому что это очень… Вот вы сейчас… Очень… Чувствительно. И для меня очень, как бы, чувствительная тема. Лично. Во-первых, давайте так, сравним, как бы, погодные условия России и Ирана. Если бы все музыканты, играющие в России, вышли на улицу в летний день, как это происходит? Как это можно сделать в Иране каждый день? Почти. По-моему, статистика ваша изменилась бы. Во-первых. Во-вторых, не музыкантов, но, как бы, музыкантное образование, по крайней мере, в России, по-моему, имел каждый… Ну, в каждой квартире вот кто-то был. Ну, была такая… Пианино делали много. Да. И сказать, что в Иране вообще есть кто-то, кто играет по сравнению с тем, что было в России и вообще в социалистических странах, по-моему, это, как бы, очень несправедливо. У меня папа, когда я учился еще… Жил какое-то время в Китае. Ну, по работе ездил туда-сюда. И однажды он мне сказал… Я у него попросил мне денег перевезти. И он сказал мне, что… Я не могу найти Western Union, чтобы перевезти тебе деньги. Я в интернет поковырялся. Я нашел, где Western Union. Я ему объяснил, куда идти. Он сказал… Там меня никто не понимает и вообще в этой стране никто не разговаривает на английском. Я опять залез в интернет и посмотрел статистику. В Китае официально разговаривают… Ну, то есть, как бы, вот, получили образование, дипломы какие-то, официально разговаривают на английском количество людей. Больше, чем все население Америки. Америка 330 миллионов человек жила. А в Китае официально знают английский 350 миллионов человек. Но где вы их найдете в Китае – это другой вопрос. Потому что среди миллиардов найти хоть одного из этих 350 миллионов очень сложно. Поэтому вопрос статистика и вот этот первый взгляд. И как вас впечатлило вот это. Понимаете, я почти уверен, что вы видите гитаристов в метро на улице или просто где-то бомжующих людей, играющих на каких-нибудь, непонятно на чем. Больше, чем вы видели музыкантов в Иране. Я почти в этом уверен. Я не был в Иране, кстати. Надо себе это просто, чтобы честно был ответ. Но я прекрасно понимаю эту культуру, знаю регионы, я знаю, представляю, о чем речь идет. Я уверен, что ваша статистика как-то связана, может быть, просто с этим впечатлением, знаете. Просто вот здесь каждый день вы проходите по переходу в метро и всегда играет кто-то. Для вас играет. Вы не сильно это замечаете, может быть. А там это впечатляет. Инструменты новые. Погода позволяет стоять послушать. Никуда не торопитесь. Потому что вы, наверное, ездили отдыхать. Ну а здесь вы бежите на работу или на учебу и обратно домой. Мне кажется, это вообще просто вопрос такой, как бы именно первовпечатление. Точных статистик у меня нет ни про Россию сегодня, что происходит, ни про Иран, но... Я знаю, что в Китае один миллион композиторов, например, в их союзе композиторов. Примерно, наверное, да. Ну что же, закончим или еще попросим на пару минут что-нибудь сыграть нам в конце в качестве точки? Да, можем? Да, конечно. Вот. И это будет тогда финалом. Ирана Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok